И так всем привет с вами снова Видимо это их местный известный рэпер какой-нибудь Или Басков местного разлива Судя по костюму сразу понятно, что дизайнеры у него никогда не слышали слова дизайн А просто обшили блестками его костюм Оригинал Возможно это и есть ключ к победе Кто знает У Антонио 17 побед, 12 нокаутом закончил и 4 раза проиграл Уже почти 5 Но он пока об этом не знает, хотя ему может и не надо знать пока Но если он согласился на этот бой, видимо записи боев Папина он вообще не смотрел Алексей Папин Конечно первое, что предлагает Яндекс, это картинки из серии Папин, бродяга, мамин, симпатяга Но и Алексея там найти не сложно Про него можно много читать Он из Реутова, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу И еще много-много-много всего В бокс он перешел недавно и у него уже 7 побед к ряду и 6 из которых на каучем В общем, в целом парень двигается очень уверенно Итак, первый раунд Начал его Аумада с техничных, по его мнению, джебов И тут же попросил прощения у Алексея за то, что это было очень коряво Потом что-то зацепил слева, опять зачем-то извинился Но Папин-то извиняться не будет, он воткнет разок и все, свет погаснет и прощай Аргентина Но вообще Аумада начал неплохо Если бы еще успевал руки возвращать, вообще бы было нормально А пока Папин не раскачался, это конечно может прокатить Но потом схема может не сработать Ведь Алексей пока только присматривается А вот стоять перед Папиным и ждать пока он найдет дыру и заткнет ее своей колотушкой Вообще очень недальновидно И напоследок проверить на месте ли у Антонио печень, ну мало ли Конечно так долго защищаться не получится Но вот так еще можно, но тоже недолго Второй раунд, Папин присматривается Хотя чего там смотреть, он этих аргентинских ребят давно уже по полу валяет Так что ему просто нужно разогреться Но это пока что весь арсенал, который с собой привез Аумада Видимо при посадке перевес наверное был И с собой взять больше ничего не удалось Ну хоть так Хотя вон он даже что-то втыкает В защиту конечно Алексей навряд ли чувствует, что его там кто-то бьет Но видимость уже есть и это уже хорошо И Антонио так разошелся, что сам себя отправил в маленькую страну нокдаунью Только вот зачем непонятно Потому что Папин-то скоро сам все сделает собственно говоря Ну вот тут видно, что Папин уже выцеливает печень Осталось понять взял ли с собой ее Аумада В третьем раунде про Аумаду все стало понятно Парень приехал пожаловаться на тяжелую аргентинскую жизнь Сам там что-то упал, сам себе там что-то придумал Так ему еще и не зачитали ничего В общем странно все это Но он молодец Спасается как может Хотя на войне все средства хороши, да? Хотя Папин еще не разогрелся, но это я думаю было уже сука больно Но Леха все-таки жестко пыхает, да? Антонио конечно берет своей невероятной техникой В том числе и техникой отдыха во время боя Ему пора давать уроки Этому стоит поучиться И Папин пропускает апперкот Но видимо в своей атаке тупо его не заметил И случайно роняет Аумаду И первое четкое попадание от Аумады Правда в канвас Но я думаю можно засчитать А вот Папин тоже целился в канаты А попал в Аумаду Ну бывает не все сразу Правильно? Ну а доразобрать тут уже дело техники И у Папина она конечно же есть Так что Аумад осталось чуть потерпеть И все закончится Можно будет брать билеты в обратную сторону Я думаю они уже их взяли А ну все печень на месте Все Папин убедился Можно ехать домой в Аргентину Тут конечно лучше не вставать Я бы не советовал Если конечно нет У тебя дома еще одной печени Ну тогда можно Так что все нормально Сиди отдыхай Ну блин Если ее из кармана видно Почему бы в нее не пробить Правильно ведь? Ну вот что Алексей и сделал Собственно говоря Так что поздравим Алексея с этой победой Хотя Аумаду скорее всего И приехал проиграть чуть-чуть Но все равно спасибо что приехал Ведь до этого 7 соперников Просто слились В небытие какое-то Так что пожелаем Алексею побед Хороших соперников Всем добра С вами был Какой-то парень Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok